Доброе утро, дорогие друзья! Мы традиционно находимся в семейном ресторане Танго Пицца по адресу Карла Маркса 91. Сегодня у нас девочки в очередной раз. Рада вам представить Даша Дягилева, визажист и Владлена Заева, преподаватель ногтевого сервиса. Доброе утро, девчонки! Доброе утро! Что сегодня готовим? Рассказывайте. У меня будет морковный пирог с грецкими орехами. А у меня будут панкейки, овсяные с яблоком. Какие ингредиенты используем? У меня все просто. Морковь, грецкие орехи, лимон, яйца, мука, сода, разрыхлитель, корица и соль. Так, у тебя что? Творог, яичко, овсянка, яблочко. И мы будем еще к ним готовить соус из сгущенки и миндальных чего-то там. Каждая девушка, каждая женщина понимает, что красивой быть доступно, красивой быть легко и, наверное, неотъемлемо важно для каждой. Как вы пришли в эту сферу и с чего началось увлечение? Делать других людей красивыми, это приятно? Это очень приятно. Это, мне кажется, самое лучшее вообще для женщины заниматься тем, что ей нравится, что ей по душе. Я никогда вообще не была увлечена косметикой. Ну, в смысле, нет, косметикой я была увлечена, я никогда не была увлечена макияжем. То есть я, как и все, наверное, в мои годы не умела красить. Красила только тушью и тональником, который был не в цвет. Вот. А потом просто началась эра, когда все начали заказывать интернета, и я решила, что мне тоже надо. Начала заказывать косметику, заказывала, заказывала, ее стало так много, что у меня она никуда не помещалась. И я решила, что надо пойти и научиться ей пользоваться, потому что она лежала без дела. Мне просто очень нравилось себе сделать ногти. Я думала, что пойду, научу себе делать красивые лимоночки. Да, конечно, у всех это. Я, наверное, работать не буду, я пойду просто. Пришла, мне сказали, ну, знаете, индустрия переполнена, и как бы вас там, конечно же, никто не ждет. Я говорю, так мне и не надо, я, собственно, так просто посмотреть, что у вас тут интересного. И все, и понеслась. Мне вот очень нравится заниматься бровями. Это, мне кажется, даже такая медитация. Да, правда? Да, когда ты, не знаю, по волосково все убираешь так медленно, все аккуратно. То есть сейчас, допустим, многие перешли на воск, когда убирают волоски воском. Вот. Но мне кажется, это такая процедура без души сразу. Ну, то есть ты нанесла, отобрала, и все. Я не последний раз воском делала. Без души, значит. Но это намного чище получается, чем, допустим, пинцетом, да, делать. Но пинцет – это именно такая медитация для меня. Многие сейчас правильно питаются, соблюдают определенные диеты, очищения организма. Это стал мозг, я сказала. Да, это определенный тренд своего рода тоже. А как питаетесь вы? Ой, я очень, ну, наверное, где-то год назад поправилась очень сильно, потому что семейная жизнь заставляет готовить мужчине и есть это тоже. Вот. И, ну, как бы поняла, что надо что-то менять. Я очень часто и худела, и поправлялась, и худела, и поправлялась. У меня всегда это нестабильно. Я начала просто питаться правильно. Я отказалась от некоторых продуктов. То есть я не скажу, что у меня суперправильное питание, что я там питаюсь по часам всегда, что я там, не знаю, ем творог, грудку и все. Как бы нет. Я могу съесть что-то вредное, что-то, ну, просто нужно исключить максимально какие-то вредные продукты из своего рациона и баловать себя ими. То есть иногда позволять тебе их есть. Ну, если бы я так питалась, я бы умерла бы. Да, Канюха, тогда расскажи, как питаешься ты. Я питаюсь, как бог пошлет. Сегодня бургер, завтра пицца, потом шаурма. Приблизительно так и есть. Но это, конечно, в первую очередь, это от генетики зависит. Есть ведьмы. Да, кто-то может себе позволить и есть, как не в себя, и при этом сохранить фигуру. Я никогда никого не призываю, что вот ты там крупная, толстенькая, худая. Нет. Человек как бы всегда гармоничен с собой. Я очень много знаю девочек, которые никуда не являлись худыми девочками, но они невероятно красивые, невероятно просто от них энергия идет, да, то есть именно женская энергия. Поэтому главное, чтобы человек находился в гармонии с собой. А поэтому не нужно заставлять тебя, там, изнурять диетами, если тебе самой не хочется, да, если тебе кто-то об этом сказал. А насколько они должны быть плотные, ну, панкейки, ну, где-то вот такая вот? Ну, это же такая лайф-версия с творогом, поэтому тут как получится. Не заботимся об эстетической стороне, заботимся о вкусовой. Теперь выкладываем яблочки. Ага. И потом сверху еще заливаем? Да. О, это будет, то есть начинка у нас такая. Прикольно. И запечатываем сверху вторым. Когда меня спрашивают, кем я работаю, ну, люди, которые со мной не знакомы, я всегда отвечаю, что я пилю людей за деньги. А, ногти же. Да, да. А чем ты занимаешься? Я говорю, пилю людей за деньги. Как это? Я говорю, так. И тебе люди платят? Я говорю, конечно. Заключительный этап – украшаем наши блюда. Рестораны «Танго Пицца» приглашают провести дни на сайте. На открытой летней веранде по будням с 3 до 5 для всех посетителей действует скидка 30% на основное меню. А также обновленная карта бара и сезонные новинки. Ты моя маленькая, молодец! Возьми с полки пирожок, да? А вот ты ей не помогала пирожок делать. Возьми с полки пирожок. Морковь. Совместная готовка объединяет и облагораживает. Все равно мне порох вкуснее. На самом деле удачно вкусно готовить. Ты ждешь, что я тебе в ответ? Да, на самом деле Влада тоже вкусно готовит. Кладем, кладем. Не дождешься. Да. Но это не то. Ногти ты делаешь лучше, чем я. Я думала. Ногти ты делаешь лучше, чем готовишь. Ре... Не вешем. Ре... Серьезно?